Мы пытались какие-то части, остатки советской системы управления спортом, и не только, в разных сферах, как-то адаптировать это на почву рыночной экономики. И в итоге получили какой-то непонятный гибрид, который вроде бы и работает, вроде бы что-то делает, что-то из себя производит, но страдает эффективность очень большая. Поскольку идеологически абсолютно разные принципы заложены в основу таких систем. Я бы сравнил задачу реформы спорта примерно с той ситуацией, которую переживала Украина, когда бывшая советская Украина отказалась от проблемы государственной собственности на все, на средства производства, на труд, и когда она отдала эту собственность частные руки, когда бизнес стал появляться, вернее, частным, государство просто отошло от бизнеса. Точно так же сейчас в сфере спорта государство должно отойти от конкретного управления спортом, как оно в свое время отошло от управления бизнесом как таковым. Дало это наутку абсолютно людям, отдельным, частным компаниям, которые вот они умеют это создавать, они понимают эффективность. Точно так же и здесь. Развитие вида спорта – это интерес каждой отдельно взятой федерации. Не может государство знать, какой вид спорта в какой части страны нужно развивать. И какой надо развивать больше, какой меньше. Это как раз рынок федерации. Какая из федераций сможет лучше спорт развить, вот тот и будет лучше развиваться. Какая сможет его развить в той части страны или в другой, вот там он и будет развиваться. А со стороны государства придумать и как бы это все спланировать невозможно. Ну и смысла в этом как бы нет. Ключевая задача реформы спорта – создать из сферы государственного управления, которая просто высасывает большое количество государственных средств на разные уровни, создать сферу, которая бы не только, которая с помощью государства бы существовала и зарабатывала. Вот это как бы принципиальный момент. Не содержать, а дать толчок развитию, которая за собой повлечет зарабатывание средств. То есть так, как во всем мире, спорт, он существует в том числе благодаря помощи государства, но не только из-за этого. И он не содержится государством.